Что майский, что Новый год, что какие-то другие праздники одинаковые. Я человек свободный, я работаю сам на себя, и у меня нет каких-то таких специальных дней, где я должен работать, не работать. Я сам себе график устанавливаю. Хорошо ли это, плохо, что решать всем остальным людям. Кто-то ругается, что зачем нужно было сделать столько выходных, кто-то рад. Всегда будут разные мнения повсюду. Сейчас очень много работы предстоит над музыкальным материалом, который будет выездоваться за рубежом, и в том числе и в России. Это танцевальная музыка, она будет звучать в танцеволах, в клубах, ну и так же, конечно, как киномузыка, я пишу музыку для кинофильмов. Сейчас я начинаю писать музыку для нового кинофильма, называется «Честный развод». Что-то знакомое. «Честный развод» Агата Муслинница играет в главной роли. Вот это будет такой фильм. Да, я только что прилетел из Екатеринбурга. Как-то все восстановилось более-менее, начинает восстанавливаться. Осталось только, чтобы большое мероприятие, чтобы большие мероприятия открыли, и мы начали уже ездить по большим площадкам. Все соскучились по живым концертам, по большим выступлениям. Мы работали вместе на разных мероприятиях, но когда мы хотели что-то записать, у нас всегда на друг друга не хватало времени. Мы хотели сделать целый альбом ремиксов его, переделать его знаменитые вещи, танцевальные какие-то обработки. Но мы, во всяком случае, от этой идеи и не отказались. Я думаю, что в скором времени мы, наверное, опять вспомним про это. Идея всплывет, и этот альбом будет бомбой. Леонид очень такой музыкант, харизматичный, поэтому что-то просто такое очень простое, ему не подойдет никак. Я буду как гость, я приду как гость и надеюсь, что я посмотрю на то, что происходит на данный момент с нашим российским шоу-бизнесом, и я уверен, что там все в порядке. Вы вообще такие мероприятия, фестивали любите? Такие сборные, огромные, большие? Ну, в принципе, этому нужно радоваться после того, как год забвением был. Мне кажется, что нужно, даже если тебе с чем-то не согласны, тебе все равно должно все это нравиться. Слушайте, это прекраснейший, красивейший город. Я безумно люблю Баку. Я как будто попадаю, ну, не знаю, для меня это может быть второй Дубай, что ли, или что-то еще наподобие. Красивейший город, прекрасные люди, вкусная еда, замечательное настроение, welcome повсюду. Я вообще обожаю Баку. Я работал, я работал, я насколько знаю, вот у вас отель Джумера есть, вот отель Пляж. Я неоднократно приезжал туда, играл на пляже для людей, для дискотеки, вот это было основное было. А до этого я еще приезжал на всякие различные частные мероприятия, но они не такие широко освещаемые, как вот так. А так можно было, иногда проезжая по городу, увидеть мой как бы билборд, что я играю именно вот на этой дискотеке, на этом пляже. То есть вас там знают 100% и ждут, я думаю, да? Я думаю, что да, потому что постоянно приходят всякие запросы из Баку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова